Хай! Всем привет и хорошего настроения, друзья! Сегодняшний наш обзор я хочу посвятить замечательной теме, которой я давно-давно болею. Надеюсь, со мной вы солидарны в этом не смертельном, но заразном заболевании. Итак, темой сегодняшнего нашего обзора будет магнитолия, бумбоксомания, гетто-бластеромания и так далее. С огромным удовольствием представляю вам эти замечательные аппараты, которые внесли потрясающее влияние на субкультуру. Помните эти времена, когда магнитола на плече, и ты круче всех? Конечно, не помню. А я помню, я в этом жилы варился. Это замечательная аппарата. Классика. Классика-магнитол, великолепный шарф, потрясающий Сони, безумный Панасоник и так далее и тому подобное. Целый класс. Целый класс культуры, целые поколения имели с ними дело. Для кого-то была нестырочная мечта, кто-то смог реализовать только сейчас, нынешние годы. Итак, о чем, собственно говоря, пойдет речь? Речь пойдет об изображении, отображении данных магнитол, в изобразительном искусстве, в рекламном искусстве, в интернете. То есть, если немножко коснуться истории, где-то, наверное, с начала 80-х годов, с появлением вот этих замечательных аппаратов, которые получили название «Бумбокс», то есть громкоиграющий аппарат, или «Гетто Бластер», из-за того, что очень широко использовались в различных латиноамериканских и градианских гетто западных странах. Когда они вошли в быт, в общем-то, для 80-х годов это был просто шок для поколений тех лет. Аппарат, могущий выдавать достаточно большую мощность, не являющийся при этом мобильным, то есть носимым, переносным, носимым. Что нужно человеку было? Взял, так сказать, и на улицу с ним вышел, и все парни твои друзья, все девчонки твои потенциальные невесты, так сказать. В общем, это было целое направление, течение не сравнишь с нынешними эгоистичными наушниками в ушах, или... Где мы сейчас это можем увидеть? Музыка, громко несущаяся с мотоциклов, или из-за открытых окон автомобилей? Нет, это совсем не то. Это надо быть ближе к народу. То есть мы идем с этой магнитолой по улице, она у нас играет. Если собралась компания единомышленников, мы ставим ее на землю, и понеслась дискотека. Брейкдэнс и прочие другие, так сказать, народные гуляния. В общем, вот я на самом деле считаю, что это был большой, вот целый пласт культуры, молодежной, субкультуры, пусть это субкультура, но он присутствовал, существовал. Сейчас существует очень много коллекционеров, любителей вот этих старых магнитол. Замечательные есть каналы на YouTube, на которые есть, разумеется, тоже подписан, можете посмотреть у меня в моих подписчиках. У нас в Питере есть замечательные люди, которые собирают целые коллекции этих магнитол. Я считаю, эти аппараты достойны того, чтобы их помнили, чтобы о них знали, чтобы ими и сейчас пользовались. В принципе, они сейчас способны выдавать, так сказать, достаточно большие параметры, качественные и по громкости, и по звуку. Ну, я говорю несколько сбившего и буду, но уж меня, извините, волнуюсь, потому что люблю эту аппаратуру. Люблю эти вот аппараты именно золотого, серебряного века, без, скажем так, излишеств, заливности и высококачественным изготовлением. Да, это именно японии, это именно, так сказать, аппараты, которые пережили годы и проживут, я надеюсь, еще. Вот. Куча функций, куча возможностей для реализации, так сказать, заданных параметров. Но я сейчас не о том, я хочу просто коснуться немножко темы, отображения этих магнитол на фотографиях, на рекламных плакатах, на, в общем-то, в интернете, то, что вот сейчас есть. Мода на них возрождается. Опять, так сказать, любители ретро-стиля и не только с огромным удовольствием ставятся на плечо эти не самые, я хочу сказать, легкие аппараты. И, в общем-то, с ними вперед по жизни. Вот. Поэтому я предлагаю вашему вниманию небольшую подборку фотографий, которую я сделал из интернета, с моими немножко глупыми комментариями. Предлагаю посмотреть, прикоснуться, поностальгировать и, так сказать, в общем-то, быть, в общем-то, в этой теме. Кому-то интересно. Итак, перейдем к просмотру того, что мне удалось накопать. Ну что же, начнем наш обзор магнитол. Итак, первое упоминание 50-е годы. Замечательная девушка и даже две с магнитолами. А даже Дарт Ветер, как вы видите, использовал. Вот так мы их слушаем, отклячив губу, поставив на плечо. И даже такие огромные бумбоксы, не помеха к получению удовольствия. Можно и маленькие, можно и маленькие. О, чтобы башню сносило вмешне с волосами. Послушаем. И чтобы вместо головы у нас была вот такая магнитолка. Замечательно. Вот, или лучше вот такая, большущая. Большущая и классная. Вот так их все сбросим в кучу в угол. Сбросим. А лучше построим из них стену. Стена, как в Пент-Флойде, но из магнитол. Слушаем. Балдеем. Мощь динамиков. Да, это уже более поздние варианты магнитолы. По нами. Можно надувную. Можно и надувную, не вопрос. Ставим на металлический пол, чтобы звонче звучали каблуки. И ритмы хип-хопа. Ритмы хип-хопа порадуют нас. Берем подругу, берем друга и с магнитолой по жизни. Вот в СССР как все начиналось. Вот такая вот. Даже в гитлеровской Германии Геббельс тоже. Ну, посмотрим немножко японскую рекламу. Классика. Три семерки. Японская реклама магнитол характерна тем, что довольно сдержанная. Посмотрите, какая скромная девушка. Вот так вот даже на плечо не поставила. Вот малюсенькую магнитолочку Айва. Слушаем, получаем удовольствие. Много у нас Айвы было, есть и будет. Посмотрите, как вообще без всякого секса, эротика и т.д. Семейное исполнение на шарпе трех пятерках. Или маленькая магнитолка Виктор в чудесном платье. А шарп? Шарп, он, конечно, напор на машине. Вот Япония всегда отличалась сдержанностью в рекламировании этих магнитол. Посмотрите, целомудренность. Хоть у тебя фарад и большой, или наоборот маленький, но ощущается. А как было в Гарлеме? Вот так. Начиналось вот с таких, монофонических, монофонических. Ну, динамик побольше, динамик побольше, громкости покруче. Ну, все-таки это гетто-бластер. Гетто-бластер, оно само за себя и говорит. Вот так вот мы в гетто одев узкие очочки, вот такие на магнитолы берем. Куча кассет. Любимые записи. И даже шарп три семерки нам не чужд, как мы уже заметили. Вот, распишем стены граффити. А если нет магнитолы, так мы ее нарисуем просто на стене. Вот таким образом. И получаем свое удовольствие. Получаем, получаем и мальчики, и девочки. Подмышку ее родимую. Вот так. Сядем на землю, прям на асфальт. Магнитолочка ниже пояса. Кроссовки модные. Ну, стены обязательно распишем. Не без этого. Почему бы и нет? На плечо ее. На плечо родимую. И вперед. Раз, два, три, четыре. Преобразуемся в мультипликационный эпизод. Вот такие замечательные аппараты. Не зря, не зря они названы были гетто-бластерами. Пусть денег нет, но мы в гетто всегда с магнитолой. Золотой магнитолой. С золотой, либо черной, но динамик помощней. Как там говорилось, даже дети мелкие, пожалуйста. Вот с такого возраста привыкаем. А потом подрастем и на машину уже ее поставим, соответственно. На машину. Или в универмаг с ней, в универсам. Как это? В гипермаркет. Что нам надо? Магнитола, два баллончика краски. Все стены распишем. Вот на таких развалинах можно посидеть с ней. Хуже не будет. Да, пацаны? Как вы считаете? Как вы считаете, дорогие? Эх, тяжела. Тяжела ты жизнь в гетто. Но романтично и музыкально. Романтично и музыкально. Ну, а что у нас было с максимальными их размерами? Ну вот, тяжеловато нести. Но даже девушки могут поднять на плечо. Вот такенный аппарат. А такой? С лобовым? Ха-ха, парни. Вот. Чем больше магнитола, тем круче ее владелец. Вот это уже выше пояса, к сожалению, не поднять. Ну, держим на двух руках. И даже девушки, даже девушки вполне. Вот, смотрите. Легко. Ай да аппарат, ай да аппарат. Еще и с цветомузыкой. Ну, это уже, да, высшая стадия. Смотрите, какая красивая и сексуальная. И с магнитолой. А слабо в домино. В костюме домино. Большая, большая. Килограмм тридцать, наверное, да? Ну, вот вариант решения всех проблем. Опаньки, на спину ее и две колонки. А что же было, скажем так, с прекрасным полом? Начиналось, наверное, вот так. Пока еще бобинная, катушная. В СССР тоже не брезговали. Океан. Погнали. Чем дальше, тем сексуальней. А, между ног магнитола. Ну, до чего эротично, а? А вот так мы аэробикой занимаемся. Опаньки. На что смотрим? На ножки или на магнитолу? Можем на плечико ее поставить. А можем и вот так вот ее. Да, конечно, негуманное отношение. Но она выдержит. Вся проклепанная, как и моя курточка. Вот так вот. Вот так вот с ней подмышкой. По жизни с магнитолой шагаем. Да, да, вместо головы. Вот такие глаза у нас круглые. Вот тут уже даже анимашки пошли с магнитолами. В определенном время. Ну, какие девчонки. Настроя магнитолка одна, но зато какие ножки. Ну, тут как положено. Расписные стенки. Граффити, граффити, граффити. И магнитола на плече. Магнитола на плече на фоне расписанной стены. Это уже просто стиль и классика. Стиль и классика. Вот соцстранные тоже не отставали от нас, судя по надписям. Ну, а на пляж без магнитола как же. Тут уже даблы пошли. Вот это уже, конечно, да, издевательство над аппаратом. Сядем. Лучше на плече понесем. Ах, рыжая. Жгет. Три динамика. Нижний и средний. Саундбас. Ну, а что у нас творилось в это время в СССР? А вот так. Вот в F-204 это было первое, что мы, так сказать, услышали. Потом на океаны уже перешли, соответственно. Вот. Нас трое и с нами океан. А это Прибалтика. Типичная прибалтийская девчонка. Вот. А теперь уже в 90-е годы посексуальнее будем выглядеть. А? Эстония. Да, это на плече не поставишь. Ну, а вот это уже бумбокс. 90-е годы. Прическа. Комета-225. Целый стереокомплекс. И вот весна, да? Двухкассетник. Вы посмотрите. Почему такая печальная? Ну, а это уже более поздние фотки. Как это в стиле... Я не знаю, как называется. Вот мы на пляже. Вот мы эротичные. Вот у нас штанишки приспущенные. Но мы с Вэфом. Ох, тяжело, видать, держать. Да? Лицо-то какое напряженное. А то на обложке журнала радио во всей красе. Ну, и протон, разумеется. Тоже. Почему бы и нет. Вот такие вот были первые наши. На плечо-то не поднимешь, да? Бумбоксик. Не то, что вот. Вот так вот можно ей помахать легко. Опаньки. Попляшем. Попляшем под дискоритмы. Или клубную музычку. Ну, вот, собственно говоря, в таком виде все это у нас и происходило. Да, это целая культура. Это целая культура. Это надо видеть. Это надо понимать. В этом надо вариться. В этом надо жить. Итак, за бумбоксы. За гетто-бластеры. За магнитолию, друзья. Хоть на пляж, хоть в космос. Всегда. Всегда она с нами. Я рад, что на самом деле сегодня возрождается эта тема. Айва, как говорится, рулит. С этой магнитолочкой бежим по жизни. Япония. Лето, пляж, магнитолы. Что нам еще надо? Что нам еще надо, действительно? Ну, аэробика, куда же без нее? Тут даже можно LP-диск поставить. Вот с таких юных лет к ним и привыкаем. Но вот это уже, конечно, зря. Зря. Ну, кедами, да на магнитолу. Вот так-то получше будет. На роликах. Ха. И мебели дома не надо. На ней сидим, на ней едим. Ах, какая сексуальная мулаточка. Да-да-да. Это мы уже видели в костюме домино. Да с магнитолой. А вот такие галифы, да. И в армии были бы поприветствованы. Ну, тут огонь просто. Зной, зной. Жар, жара. От жары, как вы видите, даже магнитола поплавилась. И потекла. Ах, шарп три семерки. Куда же без него. Вот так вот. Закроем свой бюст магнитолой. Тут есть на что посмотреть. Ну, это уже, по-моему, на грани лофта. Что-то тут такое. Да. Жглим, жглим. Вот так вот. А мы с ней. Силы есть. Ну, какая очаровательная чебурашка. Да, вы посмотрите. Вот так. К стене расписной с магнитолочкой. И по жизни с ней. И по жизни. И по дискотекам. Да. Вау, вау, вау. Поколубимся. Поколубимся. Ну, ногами на нее вставать не надо. А? Силы-то у девчонки. Я бы такую на плече, наверное, долго не удержал. А вот такая, куда ни шло. Поменьше. Но, тем не менее. Да. Тут уже пошли бумбоксы. Где-то-то бластеры. Размера Global. Да. В общем, рад. Рад, что возрождается. Ох, какая еще бурашечка. Ну, обалдеть. Рад, что возрождается эта тема. Всем спасибо. Всегда с вами. Субтитры сделал DimaTorzok